Сохранить историю Хабаровска, который не показывают туристам. На городских задворках хабаровский фотограф ищет исчезающие пейзажи и останавливает в них время с помощью камер, которые тоже уходят в прошлое. Зачем в современном мире делать снимки по старым технологиям в репортаже Екатерины Емец? Был снегопад, вечер легкий. Я это проходил мимо, снял. На сегодняшний день этого места уже нет. Здесь уже все это спилили, дорогу расширили. Этот снимок фотограф Стас Регер сделал в индустриальном районе Хабаровска. Точный адрес для него не важен. Главное – запечатлеть дух времени. Он снимает там, куда редко заходят современные фотографы. Не гонится за глянцем и событиями, хочет показать жизнь города за парадными фасадами. У меня есть, например, прекрасные фотографии некоторых старых домов, а эти дома уже сгорели. Город меняется, уходящий в натуру. Старый город я пытаюсь запечатлеть. Историю исчезающего Хабаровска фотограф сохраняет методом из прошлого – с помощью фотокамер из 20 века. В коллекции Стас Регер держит больше десяти раритетных аппаратов. Все в рабочем состоянии. Деревянная фотокамера 70-х годов – главная ценность коллекции. На нее Стас Регер делает портреты. Технология создания снимка, как и в советское время, осталась прежней. Главное – грамотно настроить свет и резкость. Все так легко, взял на телефон, щелкнул, получил результат мгновенный. А здесь нужно что-то выстраивать, выцеливать, потом проявлять. Один кадр – одна попытка. На создание одной фотографии может уйти один час. Магия проявления снимка – кропотливая работа. Химические растворы, темнота и красная лампа – особая атмосфера. Это одна из причин, по которой Стас Регер занимается съемкой по канонам прошлого века. Мне гораздо ближе выключить свет, включить красный фонарь, поставить музыку или радиоспектакль, аудиокнигу. Такое медитативное занятие, которое очень успокаивает, которое дает мир в душе. Ты сидишь, печатаешь. Выставку фотографий исчезающего Хабаровска Стас Регер не планируют. Снимки, существующие в единственном экземпляре, с удовольствием демонстрируют только в своей мастерской.